У нас был случай, 20 лет, бригадир тракторной бригады, это в селе, это после председателя колхоза, другая должность, наравне с оплатой равная. И он, человек знатный, он 20 лет наблюдал за одним человеком, пришел в собрание и его спрашивают, что ты пришел в собрание? Почему-то у нас так заведено, когда председатель колхоза пришел в собрание с сыном, то пришел, сел и сидел. А в конце собрания пресс-фитер спрашивает, Миша, а ты не скажешь нам, что ты к нам пришел? Он говорит, а я пришел служить Богу с вами. А его жена уже пришла к Богу. И он пришел. Бог исцелил жену. Одной молитвой. И она пришла, он пришел с сыном. А когда этот пришел в радиотракторную бригаду, говорит, я 20 лет, называет кто? Этот человек был служителем церкви. Вы знаете, его слова не было слышно. Вот это проповедник был. Слова его не услышишь. А если проповедовал, это самая короткая проповедь. Он, если сказал несколько слов и аминь. Ну, эти слова были, насколько, что иногда я приходил с женой в собрание. Мы жили в другой церкви. А я приходил к родителям. Имеем какую-то нужду. Заявлять не надо. После собрания он говорит, есть такая нужда. Не показывает пальцем. Есть такая нужда. А вот, Господа, ответ такой и такой. Кратко, передал. Без ничего, без возвышения. Вы знаете, невозможно было не принять слово. И он ходил молча. Но человек, 20 лет наблюдая за этим человеком, пришел в собрание без слов. И он ходит, жена, его дети сегодня ходят в собрание. Субтитры создавал DimaTorzok